Лето, солнце, море, Испания. Сам Бог велел напроситься мне в гости узнать рецепт вкуснейшего блюда и поделиться с вами. Сегодня с нами кто? Товарищ Игорь. Добрый день всем, меня зовут Игорь, я шеф-повар ресторана Космополита на побережье Коста-Бравы, Испания. Игорь, что мы сегодня с тобой приготовим? Мы сегодня будем готовить филе тюрбо с картофельным пюре и соусом белое вино на основе крабового бульона. Игорь обещал, что это будет очень вкусно, очень. И очень просто. О, это самое главное, очень просто. Мы берем филе тюрбо, посыпаем солью, ты посыпаешь перцем, белым перцем, белый. Рыба любит белый перец, мясо любит черный. Ничего себе, я не знала, товарищи. Ну, теперь я узнаю, надеюсь, вы тоже. Затем у нас тюрбо отправляется на плач обжариваться, пергамент, оливковое масло и кожей вниз. Угу. Пергамент обязательно нужен? Да, чтобы рыба не пристала. Вау, я не знала. Она получается румяной, корочка остается румяной, и она не прилипает. Отлично. Где ты научился готовить, скажи, пожалуйста? Я готовлю с 7 лет, я готовлю с 7 лет, да. В 13 лет я уехал с родительского дома от мамы. Да, и поступил в лицей, и параллельно начал работать. После этого я поступил в техникум, на техника-технолога. И два года отучился, параллельно работал с лучшими шеф-поварами того города, это был город Могилёв. И потом я закончил обучение и уехал работать в Минск. Ну, как я уехал работать? Меня перераспределили в панихидную столовку. Господи. Ушел работать в Минск, в лучший ресторан Минска, Фальконе. И так вот пошла моя карьера вот именно высокой кухни. Отлично. Вот. Там, отработав год, начался коронавирус. Я подумал, что мне делать? Да, я уехал в деревню, поучился выгребной способ приготовления пищи, как индейцы делали. И мне стало скучно. Я такой, я начал писать Владимиру, Владимиру Мухину. И я Владимиру написал, можно ли у тебя учиться? Да, можно ли у тебя работать в лайт-рабитте? А что, так можно было? И он мне сказал, приезжай. Мне кажется, две минуты уже прошло. Ты прости, конечно, твой таймер. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо, ага. Так, сколько градусов у нас, расскажи. Температура 180. Пять минут ей будет достаточно. Пока наша рыбонька прекрасная в духовке, а ты стоишь таким острым ножом, все даже страшно. Мы готовим что? Расскажи. Мы готовим гарнир к Тюрбо. На гарнир у нас будет картофельное пюре и зеленая аспаржа. Соус, наверное, какой-то, да, вкусненький? Соус белое вино на основе крабового бульона. Отлично. Французские технологии приготовления, испанский вкус. Все, что мы дома обычно делаем. Да, в принципе, все, что есть под рукой дома, легко и просто. Отрезаем нижнюю часть, потому что она твердая. Да. Скажи мне, это мини-спаржа или обычная? Это мини-спаржа. Вот. И отправляем ее вариться на минуту. На минутку, в кипящую воду, правильно? Кипящую воду, подсоленную. Пюрешечку, расскажи, я смотрю, она уже приготовленная. Пюрешечка у нас уже приготовлена для пюре. Что мы сделали? Мы брали картофель твердых сортов, да, у нас это Наталья. Мы ее почистили, ну это не обязательно, да? Да, да. Мы ее отвариваем в кипящей воде, закидываем в холодную, промываем и ставим на газ. Она закипела, картошечка закипела наша. Да, картошечка закипела. Да, мы накрываем ее пергаментом. Да. И оставляем ее вариться. Убавляем температуру и оставляем вариться до мягкости. Это сколько примерно? Минут 30-35. Так, хорошо. Вот. Параллельно мы разогреваем сливки и сливочное масло. Это важно. Сочетание какое, расскажи? Сочетание 1 к 4. Один масло, 4 сливок. То бишь на 100 грамм сливочного масла 400 грамм сливок. Хорошо. Сливки 35 процентов. Кажется, пюрешечка была жирная у нас. Да. Вкусная. Соль, перец. Соль мы добавляем только, когда варим картофель. Картофель протерли через сито специальное. Да. Есть воронка, есть воронка, есть сито. Хочешь покажу тебе? Хочу. Вот такая вот вертушечка у нас есть специально для пюре. То есть, в принципе, если вертушечки нет, то сито и через сито, да? Да. Хорошо. В принципе, мелкая зернистая сито помогает. Но картофель должен правильно быть сваренный. Он должен быть полностью мягкий. Не переваренный, не недоваренный. Не переваренный, не недоваренный. Идеальный. Кажется, рыбонька готова. Слышите, этот звук мне уже знаком сегодня был. Очень интересно, как она там? Рыбонька наша. Так, 5 минуточек, да? Вот наша рыбонька. Красавица. Достаем нашу спаржу. Зелененькая, не переваренная. Минуточку она там была, да? Да. Почему? Если спаржу долго держать в кипятке, она теряет свой свет. Как и любой зеленый продукт. Приступаем к сервировке. Про пюрошечку я сейчас дорасскажу. Да. Через сито протерли картошечку. Через сито протерли. Заливаем кипяченые сливки с маслом. Да. Именно кипяченые, потому что если заливать холодные, картофель свернется и будет комочками. Отлично. Так, соус? Соус. Французская база соуса. Мы берем два вида лука. Шалот и порей. Так. Обжариваем, добавляем туда чеснок. Это все вместе обжариваем. Добавляем лемонграсс. Мы закидываем это все, обжариваем, 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 закидываем тимьян и еще раз обжариваем. Запоминайте, товарищи. Вот. Но должно быть светло-карамельный цвет. Он не должен быть максимум обжаренный. Он должен быть идеальной такой консистенцией, потому что цвет. То есть на низком огне, да? Да. И потом мы это все тушим белым вином. Мы заливаем белое вино, упариваем в одну треть. Затем мы добавляем бульон. Какой бульон? Я бульон добавляю крабовый, потому что испанский вкус. Французская технология, испанский вкус. Добавляем бульон, но дома можно приготовить с любым бульоном, будь то куриный, рыбный. Упариваем? И снова упариваем. Когда мы упарили это все, мы его процеживаем. Мы его процедили, затянули сливочным маслом, довели соль, перец по вкусу. Перед подачей мы его прогреваем. У нас есть тарелочка. Отлично, какая красивая тарелочка. Скажи мне, пожалуйста, всегда было интересно, почему маленькое блюдо кладут на такую большую тарелку? Эстетика. Эстетика? Да. Красота. Это я понимаю. На большом... Это как картины. Почему порцию нельзя делать побольше, а? Можно. Можно, да? Зачем? Ну как? Не покушать. Понимаешь, это как картина. Вот у художников есть холст, да? И они могут брызнуть краски. И это искусство. Брызгать будешь? Нет. Будем выкладывать аккуратненько блюдо. Хорошо, давай. Так, белая, красивая тарелочка. Тюрбожечка, нежнейшая. Видишь? Вижу, вижу. Кожа, кожа отдала вкус рыбе. То есть кожу мы убираем? Кожу мы убираем. У нас есть. Слушайте, какая красота. Горячая. Тебе нравится? Мне нравится. Самое главное. Когда прогреваем пюре, можно добавить чуть-чуть сливок, чтобы она была нежнее. Я выкладываю пюре, ты выкладываешь соус. Интересно. Что у нас сначала? Пюрешечка, да? Смотри. У нас сначала идет гарнир. Это классика. Сначала выкладывается гарнир. Да? Да. Ну да, видимо, да, так. Вот так вот. Вот так вот красивенько. Солнышко сделали. Затем у нас идет рыбка. Рыбонька. Так, высота. Потом спаржечка. На рыбоньку. Спарженька на рыбочку. А нарезочка будет спаржа? Нет. Почему будет? Мне кажется, красиво. Можно я вот так вот? Давай. Все, берем ее на работу, ребят. Смотрите, как профессионально она пошла шинковать. Теперь соус. Буквально чуть-чуть. Чтобы он подчеркнул. Это невероятно красиво. Потом у нас идет чуть-чуть микрозелени, чтобы подчеркнуть наши овощи и нашу красоту. Чтобы играли цвета. Отлично. Мне это нравится. Так. И зеленое масло. Что значит зеленое масло? 50% подсолнечного масла, 50% оливкового экстра-верджин. Так. Да. И забиваем большое количество петрушки и кинзы. Подожди, купить это нельзя? Вот это вот? Нет, это нельзя купить. А, какой долгий процесс. Но это всего лишь декор. Это дома можно не использовать. Ну как? Мне кажется, он вкус передает вкусненький, нет? Нет, это декор. Декор, ладно. Смотри. Очень красиво. Видишь, как заиграла? Я думала, можно оливковым маслом, да, просто помазать? Да, можно просто оливковым маслом. Красота, лепота. Ну что, все пробовать, давайте. Выбирай тарелочку. Смотри, какая тут у нас лепотища. Красотища. А все благодаря вот этой вот нарезанной эспаржи. Ха-ха. Это я делала профессионально. Ну что за день такой? Что за день? Прекрасный, красивый. Ну вот, посмотрите, тут рыба. Мы прекрасные. Мы прекрасные. Бит красивый. Ольга красивая. Все красивые. Ничего страшного, что я Юля, но неважно. Ребята, если будет невкусно, будем готовить второе блюдо. Дам ли я себе еще шанс? Рыбонькой, да, наверное? Рыбонькой, да. Так, рыбонька режется хорошо. Цвет прекрасный. Значит, так себе. Так себе. Придется готовить второе блюдо. Придется готовить второе блюдо, ребят. На самом деле очень вкусно. Просто плавлически. Ну, очень вкусно. Попробуешь? Ничто жди. Если останется. Покормишь меня? Нет. Нет. Ну что, пошли готовить второе? Пошли готовить второе. Тебе понравилось? Мне понравилось. Второе блюдо этого вечера. Расскажи. Маринованный лосось в соевом соусе, в корочке из терияки, соусом топанама, пюре с гороховым пюре и карамелизированным персиком. Что мы делаем? Нам надо пергамент. А ты всю рыбинку жаришь на пергаменте, правильно? Да, всю рыбинку я жарю на пергаменте. Еще разочек. Чтобы была светлая корочка. Обжариваем со стороны мяса, чтобы у нас была корочка. Так, хорошо. Буквально минуточку. Минуточку. Да, минуточку. А потом тоже в духовочку? А потом тоже в духовочку. Так, на 4 минутки в духовочку. Муча грозис. Ушла. Вышла. Все. Соус топанама. Да. Также... Записываем. Так, оливковое масло, разогретое. Туда нарезаем лук-шалот. Лук-шалот и чеснок. И чесночок. На среднем огне. На среднем огне мы обжариваем. Добавляешь туда томаты и ананас. Так. И так же все обжариваешь. Так. Обжариваешь. Минут 10 сначала, а потом еще сколько с томатами и ананасами? Тоже минут 10. Угу. Потом заливаешь белым вином. Так. Выпариваешь. Да. Добавляешь бульон. Какой? Не важно. Опять же, здесь дело вкуса. Улиптикурины тоже можно. Я топанаму делаю на основе крабового бульона. Так, все хорошо. Вот. И опять же упариваешь. Так. Упариваешь. Потом это все опять процеживаешь. И у тебя готовый бульон насыщенный. Так. Соусной бульон. Затягиваешь маслом. Это все доводится соль-перец. И каянский перец. Каянский перец. Да, он дает остринку. Каянский перец, товарищ, он у всех есть. Так, дальше. Вот. И все, соус готов. Соус готов. Отличный. Перед подачей мы его прогреваем. Здесь у нас пюре, гороховое пюре. Так, гороховое пюре. Как мы его делаем? Как мы его делаем? Мы бланшируем наш горошек. Так. Да. Он должен стать мягеньким. Угу. Чтобы можно было... Обычный горох. Да, обычный горох. Мы его бланширули. У нас для него готова база. Базу я готовлю, опять же, лук и сливки. Угу. Лук-шалот, порей и сливки. Угу. Ты обжариваешь лук-порей-шалот на медленном огне со сливочным маслом. Угу. Добавляешь сливки и упариваешь. Так. Потом туда, он у тебя остыл, он у тебя стал теплым. Эта база теплая. Ты ставишь его в термомикс. Дома можно обычный блендер, добавить это все в блендер и взбить. И все? Да. И бланшированный шпинат. Бланшированный шпинат в кипящую воду добавляем шпинат. Да. И чтобы он дал нам цвет и вкус. Вот этот цвет, это благодаря шпинату. Так. И тоже отправляем грецы. Две минуты постоял, смазываем его терияхи, чтобы терияхи у нас не горел, а был карамельный вкус. Угу. Мы его смазали со всех сторон. Ммм, ароматный как пахнет. И обратно, да? И отправили обратно. То есть две минутки смазали соусом и обратно на две минутки. Дальше у нас персики есть. Да. Варим их. Варим персики? Да, бланшируем их. Мы кубик из сливочного масла берем. Для чего? Один кубик из сливочного масла. Не знаю для чего, сейчас мы узнаем. Сейчас все расскажем. И медик. Так. Это для карамелизации. Просто у меня. Так, отправляем наши персики в кипящую воду, правильно? На сколько? На минуточку? Да, минутка. Буквально минутка для того, чтобы можно было снять кожу. А почему ты вообще решил стать поваром? Я с детства был творческим мальчиком. Я любил рисовать, я любил писать стихи. А потом это просто как-то объединилось все в одно. Бабушка у меня занималась, она была шеф-поваром в своем, так сказать, городке до тех пор, пока она ушла в органы. Потом она ушла в полицию, а до этого была шеф-поваром. Что мы делаем? У нас есть персики. Я когда-то отцу приготовил банановый тарт-татен с черным перцем. Что это? Ты берешь бананы, карамелизируешь, выкладываешь на слоеное тесто и запекаешь. Но я туда посыпал еще черного перца. Плевалась вся семья, но все говорили, что вкусно. Они так, они через силу ели. Меня отец сказал, что ничего он этого сладкого не понимает, приготовь лучше мясо. А что для тебя готовка? Знаешь, готовку, наверное, для меня это убежать от этого мира. Отдых получается? Да, отдых. Я очень отдыхаю, когда готовлю. Делаем такую легкую подушечку. Подушечку легкую делаем. Я у тебя пару штучек украду. Все, остальное можно скушать. Забирай. Куда мы их отправляем, расскажи. На сковородку. Так, на сковороду разогреваем, правильно? На разогретую сковороду? Значит, здесь у нас сливочная маслица с медником. Обжариваем, правильно? Да. Смех обжариваем. Буквально минутку. На сильном огне мед с маслом карамелизируется, и все. Персик получается сладким. Вот, видишь, начинает темнеть масло. Да. Да? И еще вот чуть-чуть. Вот так вот. Вот так вот его. И все. Ставим его здесь. Дальше мы берем наш лосось. Наш лосось. И теперь пошли в нашу сервис. Старить красоту. И пошел. Гороховое пюрешечка. Рисуем. Вторая ложечка. И пошли рисовать. Так. Дальше выкладываем лосось, правильно? Аккуратно, горячо. Правильно. Дальше у нас идет персик. Вот так вот аккуратненько вдоль положим. Затем у нас идет соус тапанама. То есть вы готовите столько, у вас соус хранится? Соус максимум хранится 4 дня. Ага. Но он хранится в вакуумной установке. Мы его вакуумируем, и он сохраняет. А если просто приготовить в холодильнике? Дня три. Смело. Но его можно замораживать. И микрозелень. Микрозелень укладываем на персик, чтобы его спрятать. Чтобы было интересно. Неожиданность. Да, неожиданность. Так, отправляемся пробовать. Настал тот самый момент. Второе блюдо. За сегодняшний день. Очень интересно. Какой он мягкий, да? Выглядит фантастически. Разрезается. Прекрасно. Что скажешь? Оно вообще другое. И тоже безумно вкусное. А попробуй с персиком. Ну-ка, с персиком. Персик где-то спрятался. Так, скажи мне, ты это сам блюдо приготовил? Ну, в смысле, сам придумал? Да, конечно. Сейчас я. Игорь. Идеально. Дай бог тебе здоровья. Спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо. Товарищ, вы должны это обязательно приготовить, потому что безумно вкусно. Класс. И сейчас у тебя будут комментарии потом под этим видео. Как это можно приготовить дома? Вы что, совсем? Но на самом деле, на самом деле, дома можно готовить все. Это безумно просто и безумно вкусно. Все. Всем всего доброго. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok